По-моему, я еще вот эту штуку не показал у вас, вам, у Аси. У вас у нас тоже, смотрите, и медь, и латунь, и бронза. Ой, что в голове у Ивана Рыбникова? Все уже разбежались. Ася стоит до упора, Вадим стоит до упора. Ну. Ой, это называется любовь к профессии, любовь к работе. Смотрите, и по ободкуру вот эта гравировочка по бокам, по краям. Ну и ручки невероятные, согласитесь. И центр шикарный. Ну, это здесь вот как раз должно вот яблочко кататься по каемочкам и рассказывать, что творится там в 39-м царстве. Прекрасная вещица, очень красивая. А смотрите, она, кстати, и бросает там что-то в огонь, в пепел, в яблочко, на свое блюдечко. И там змея, ну, действительно, что-то такое, ворожит, колдует. Прикольно. Португалия. Кувшинчик такой. И здесь свеча собачка. Посмотрите, какая интересная. Это свеча? Да, да, я вижу, конечно. Нет, там неинтересно нам. Нам нужно все такое яркое, все, что поднимает настроение. Та свеча с рогами, с чертом. Интересно, он, видите, что-то бахает. А сколько такая стоит? 300. 300 рублей всего лишь. Прелесть. Ну, наверное, с ним были еще и когда-то стопочки, да? Я не знаю. Для масла это, для луксусы, для чего, понятия. А, я подумал, что это штофик. Это, видно, чек-словакия. А, ну да, выливайка здесь, видите, такая. Дозатор тоже. Ну, наверное, для масла, да. Видите, такая крапинка прикольная. Ну, это когда кафель сине-белой. Ну, и венцо можно налить. Ну, либо уксус, да. Ладно, бежим дальше. Это с чем? Там уже почти ничего нет. А было? Это табак нюхательный. А-а-а. И это роспись изнутри. Это китайский фокончик. А как же они изнутри это расписали? А вот как они расписываются? Они же уникальные люди. Да, загадкой останется для нас. И табак идет, да, вместе с ними, да? Это я уже, да. А, это вы так придумали. Это наш милпательный старый табак. Интересно. Ладно, спасибо. До новых встреч. Дождь уже, ну, он мелкий, но он усилился так, это и больше его стало падать. Поэтому они активно собираются. Тоже вешалочка. Это овальная, большая, какая-то очень красивая, с потеком, конечно, но красота. Ее ничем не испортишь. Там рожь какая выросла. Ох, тут белочка. Как они тут приятно расположились. Они вне, вне всего этого, что стоит поодаль. Ясное дело, тысячи рублей. Танки. Не, поднимешь. Деликатные, кокетливые. Не сделаешь? Не, не сделаешь. Гостеприимные. И на их фоне там такая штуковина стоит. Сбегаешь, да? Ну, вот эти роскошные тоже. Серебро, я так понимаю. Смотря какая. Ну, это красный, да. Я немножко не понимаю, у нас там есть фару, а может быть, это не натуральный. Нет, вообще, там немножечко такое есть сказочное, мистическое, оно немножечко ей не нравится. А потом как-то... Тяжеленький. На ура. Сколько такой стоит? Семь тысяч. А откуда это? Красный бархат всегда Выглядит шикарно. И все предметы, которые лежат на нем. Шелкография. Ящер. Сколько такая пара? За 12. За 12. Слушайте, хорошая цена. Бронзовая, кирковая. Угу. Вечер. Ага. А тот высокий? Тут высокий. Ну, десятка, наверное, будет. Смотрите, два хорошие. Да, роскошные. Ну, тут тоже красиво. Не кажется, на 15. Да. Честно, значит. Определенная любовь к этим. Отдельная, к тому большому отдельная любовь. Красивые. Красивые. Дорога, дорога. Ну, этажерка красивая. Не могу ее не снять никак. Креста, чтобы она, музыка, не вписалась. И елочные игрушки. Посмотрите, какие слоник. Байковый чай. Болванчик под ветер. Машет головой. Даже трогать не надо. Ветя сам его балаболит. Сколько стоит? Дима! Морячок. Вот парень. Он легонький. Посмотрите, касса. Сундучок. Здравствуйте. Очень приятно. Продолжайте смотреть. И комментарии оставляйте. Да, да, да. Спасибо. Благодаря его подсели. Спасибо. Ну, нашли что-то? Да, и нашли. И даже стали покупать уже в Чехии. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Бывший ключик, да, отломался? Ну, он... Или действует? Ну, он был механизм. Нет, вот так вот, смотрите. А, здесь. А, просто закрываю. Ага. Просто, чтобы... Штырек. Ага, понятно. Прекрасная вещица. Здесь новые продавцы, с кем я пересекся как-то раньше... Ну, снимал, но пробегом. А здесь мы познакомились Владислав, молодой человек, и Ирина. Вот как раз у нее шкатул... У них скотылочку эту показывал. Здесь еще одна есть поменьше. Тоже кассли, да? Да, да, да. И у них разнообразие. Вот сумочку тоже китайскую эту вижу. А, сейчас мы подойдем к вам тоже посмотрим. С микровышивкой. Сумочка вот такая, видите, с петлей. Кофейница, кофемолочка очень старенькая. А можем кофемолочку посмотреть поближе? Сколько она у вас стоит? Это модерн коллектива 11-го. Там вот стерлая записи. А сколько такая стоит? 8 тысяч. 8 тысяч. Это родная. Роскошная правда. Здесь открывается, засыпается. Там, кстати, керамика. Есть? Угу. Все в рабочем состоянии. Так, сейчас я вам вот эту тоже покажу поближе. На ножках. А, подпись есть кассли. Пляжечку, смотрите, нашел. И петли вот эти крупные. Сейчас такие ты не найдешь петли. Сколько такая стоит? Полторы тысячи. Это у них же, вижу, здесь вот такие ручки любые. Человек смотрит иконы. На двух шурупах круг. Ну, держится на двух шурупиках. У меня есть подобные, но вот эти более старые. Более такие фактурные. Башмачок из рога. С латунной накладочкой. Ну, как маленький мук, да? Смотрите, забавно. Фейкальник. Ну, по-моему, здесь такое свежее нанесение золота. Вижу. Ну, очень крупный этот орнамент такой. Видите? Объемный. Шикарная рама. И здесь еще одну вижу из-под зеркала. Кстати, можно даже портрет вставить сюда. Свой. Здесь огромные стоят скульптуры бронзовые. Ну, могу только предположить, тысяч по 150, наверное, они по 200 примерно. И моя любимая парочка стоит. Обожаю. Еще не продано. А это, если я не путаю, на фарфоре. Керамика. Как красиво живет. Сколько стоит такая? 80 тысяч рублей. 8. Очень красиво. Лады не принесли. Это вкусная работа. Угу. Вот здесь. Невероятно, правда? Кружева. Какие? Не кружева, а вышивка. На камзоле. Да, впечатают. Это не долг, полторы тысячи под стаканчик. Один стаканчик, полторы тысячи. А чьи они? Они на знамен в России. 850 рублей. Здесь гравировочек, видите, какие интересные. Да, да, да. Прекрасная вещь. Пупсик Германии, 19 век, подсказывает. Посмотрите, какие детали. Какая мелкая проработка всего. Даже на кружевах вот эти пупырышки. Перстень на нем. Как же красиво. И опять узор этой вышивки. Моя любимая бирюза, и на ней золото. Как же это красиво. И вот здесь вышивка цветная по камзолу. По жилету. Ой, какая красивая работа. И они сняли... Наверху стояло неудобно было снимать. Вот, кстати, на все невозможно обратить внимание. Я сам иногда видео свое посмотрю. И вот надо было на это обратить внимание. Надо было на то. Вот видите, какой стоит. 8500 молочник. А там часики какие-то с подсвечником тоже невероятные. Видите, да, наверху подсвечники. И хотел вот этот подсвечник снять вам. Раз он тут уже стоит внизу. Он был наверху, и его всей этой красоты не было видно. Надо было им сюда еще свечи поставить. Тогда это было бы вообще топчик. Барабан был плох, барабанщик бог. Ну, а ты была вся лучу подстать так легка, что могла ты на барабане танцевать. Когда пляшешь ты, всюду звонит такой. Под тобой поет барабан, 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 только каблучком его ты не пора. Ой, шикарная вещица под впечатлением. У меня, конечно, под впечатлением. Светильник. Или то, что от него осталось. Осталась нога. Нога. Посмотрите, на каких копытцах стоит. Осталась нога. Здесь львы. Я представляю еще, какая здесь верхушка была. Сейчас ее нету. А вот она крепилась. А может быть и есть в наличии. Видите, здесь ключ, которым она крепилась. И вот эти рамы тоже роскошные. Как это прекрасно друг с дружкой смотрится рядом. Один цвет. Один цвет. Посмотрите, какие. Не знаю, что у нее с ногами, но вот какие-то ноги особенные у нее. Дерево или что это. Здесь еще одна лежит, старенькая. Это очень своеобразное зеркало. Вот такое металль. Это стекло, да? Это стекло. Марганцевое или какое оно там? Не знаю, какое-то стекло. А роспись на металле. Вот девушка роспись. Но она вокруг роспись везде. Знаешь, умельцы даже снимают крышку и делают, как кулон большой. То есть, в мире могут заплатить. Из крышки делают кулон? Да, но я это ничего делать не буду. Нет, конечно, зачем. Зеркало такое очень интересное. И роспись. Зададим вопрос твоим подписчикам. Задай сама, Марина. Задай, поздоровайся. Это к Марине подошел. Здравствуйте. У меня в руках такая вот шкатулочка, баночка с ручной росписью. Очень интересная. Этология. Это девушка в юридической одежде. Да, видно? Нет, я на уровне, чтобы ты была, и лицо твое было, и баночка в экране. Да, и баночка в экране. Вот такая роспись. Роспись, это ручная роспись на эмали. Вернее, эмаль на металле. Роспись. Очень интересная, мне понравилась. Я оставила пока, я оставила себе. Я еще не наигралась. Так вот вопрос. Здесь зеркало. Видите? Зеркало такое, немножечко вдаль. Так вот вопрос. Для чего такая баночка использовалась? Вот. И с обратной стороны очень интересная. И с этой стороны хороший защёлк. Защёлка, то есть, закрывается. Всё, я туда пошла. Ну, знаешь, куда? Янтарь. Янтарь, я за него прошу 10 чумлей. А лёгкий такой? Лёгкий, да. Янтарь вообще имеет такой. Так-то он большой? Он, кажется, большой. Прямо с цепочкой, всё равно. Ещё очень интересует эта вот маленькая стечка. Это тоже такой лакет открывающий. Серебро, по-моему. Вроде, на стекле. Но мне вот больше нравится в золото, которое уходит. Это не золото. Это латуньское золото. Ну, цвет-то золото. Ну, цвет золото. Понятно, что не золото. Да, да. Правильно. Открой, пожалуйста. Давай. Вот. А там, кстати, пробы есть какие-то. Ну, там клеймо какое-то есть, но это... Клеймо, вернее, да. Я не знаю. Хотя и пробы похожи вот на вторую. Ты знаешь, я не проверяла. Пусть это будет проблемой. И интересом покупателям, кто... Леня, дай пробовать. Интересный вот этот вот набор, между прочим. Вот эта вот. Он стоит вот 5 тысяч рублей. Это серёжка и подвеска. А здесь серебро? Да, это серебро. Да. До очень хорошего качества. Очень хорошо сделано. Циркония? Я не могу сказать, что там. Знаешь, обратим на что внимание. Мия, но это не слоновый мост, это старый пластик. Франция там. Париж, да. Ну да, Париж. Да, да, да. И застёжка старенькая. Застёжка старенькая. Трамбон, да, он называется. Помойная. Да, да. Вот. Это 19-й рек для того, чтобы дешевить талант, делали вот другое пластик. Ну, не предупреждали, а используя пластик. Это национальная древеская пластик. Не буду ли взвесить можно только по львуках, а? Да, не буду ли взвесить пластик. Это нанесённый какой-то вот сплавный стекла на металл. Это не винтаж. А, это использование этих, да? Это антиквариат, это 19-й рек. А, даже так? Да, 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 да. И там такие грязные прожилки. Я думаю, что это грязные и пытался их отчистить. А это окись в стекле от металла. Угу. Ничего себе. Здесь интересные колечки. И вот, допустим, это серебро с нефритом и буковка «В» выкровирована. Очень интересный вот этот вот кризис. Это ювелирный флаг, там факт. Естественно, он без опознавательных знаков. Это пиропы, это гранаты, которые в руках, когда держишь, начинает играть. Просто вот и пиропы называют ещё «голубиная кровь». Наверное, есть какая-то легенда, стоит об этом почитать, но... «Голубиная бровь»? Да, «голубиная кровь». «Кровь» или «бровь»? «Кровь». А, «кровь». А я «бровь». «Брови» сделал теперь от них. «Брови» мне кажется. Не-не, «кэ». Первый бук «окей». «Краболос». «Лимош», тоже «тромбон». Да, 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 да. А ещё и надпись на этом, на застёжке. Да, маркированная. Угу. Сколько такая? Четыре тысячи. Блюдо-панно. Орехи, ягоды, фрукты. На чёрной основе. Ну, сейчас популярно, когда чёрная, в кухне чёрные такие, лаковые, блестящие. Вот, прекрасная композиция прекрасная туда. Так, я всё доволен и счастлив. Мне принесли, потому что вот эта плакетка, баночка стоит две тысячи. Мне Андрей дал бесплатно подарок. Но я у него делал покупки постоянно. Эта свеча тушить, ножницы. Смотрите, пара каких сапожков. С этой стороны дама курящая, а с этой стороны... А, на другом сигары сами. Ну, это не реклама, это наоборот. Рекомендация не курить. Бросаем курить. То же самое, только уже кавалер, мужчина. В другом цвете. А, это вот те ступочки. Да, 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 те ступочки, где... Здесь что-то написано. Ну, здесь уже когда поросят, когда напился. Тут тоже что-то написано. Не помню, как переводится. Но вы поняли. Когда-то поросячьего визга напился. Тогда уже ты наливаешь побольше себе. Реми Мартин. Какие-то напиточки здесь. Метаха. Не знакомые мне. Но, может быть, они даже и вкусные. Сервис здесь такой стоит. Ну что, мало я наснимал или много, не знаю. Время покажет. Я стараюсь наснимать, чтобы мне на всю неделю было. Хватило. Старенькая-старенькая рама. По-моему, даже родное стекло здесь стоит. Ну да, на ножке. Рубаночек такой маленький. Ну, кстати, легкий очень. Есть еще один. Этот уже посолиднее, потяжелее. Саратов написано. НКВД. Труд. Труд колония. Шпиатров. Какую цену у вас? Хорошо. 14 тысяч за пару. Ой, вообще отличная цена. Правда, девочка навалилась и без руки. Ну, старенький очень. Очень старенький. Красота. Когда ты уйдешь, барабанит дождь. Барабанит грусть и погода дырянь. Барабан. Будто он поет. Барабан. У него и шея надломлена. Блин, ну, красивые. Высокие, большие. На одинаковых подставочках. Белья я вам уже показывал. Еще обсуждения потом были. Сказал, можно пожертвовать отпуском, но вот купить такой шкаф. Тот, кто там стали обсуждать, что никаких шкафов, никакого старья, только отпуск. Ну, кстати, вот сделали свет и можно уже посмотреть при свете. Более комфортно. Всю эту красоту. Один парень там что-то все прям убивался. Что, как можно эти, типа, гробы в дом тащить? Лучше заказать подобные, но современные. Ну, это будет стоить невероятных денег. Еще дороже, по-моему, чем антиквариат. Сделать что-то современное, подобное. И делают ли это тебе сейчас, я не знаю. Оно это приобретает те, кому это нравится, а это не навязывается тому, кому это не нужно, естественно. Но вот здесь, смотрите, с мрамором еще. Роскошные варианты, конечно. Камин, кстати, смотрите, стоит. Кстати, на этом шкафу стояла вот эта фигура. Было очень красиво. И стоит теперь другая, золотая. Вот с такими подсвечниками тоже роскошно. Тоже очень красиво. А там какие подсвечники стоят, висят. Товар, посмотрите, какое это же загляденье. Вытянутый такой. Какой же он красивый. Братья, кто не вижу, неудобно прочитать. Так, тут какие кувшины еще стоят. Та-а-а, тут какие кувшины еще стоят. Та-а-а, тут какие кувшины еще стоят. Та-а-а-а, тут, по-моему, для благололония баночка. Баночушечка. Тут темно, уже ничего не видно. Какие-то оружия даже есть серьезные. Впереди они, конечно, даже еще и активно, хоть уже и поздно. Но видите, и продавцы стоят еще много, и покупатели роются. Ну, мне не нравится, потому что здесь темно. Вот эти под этим навесом очень темно. Вадима здесь чернильный, чернильный комплект. Набор, как его назвать-то, господи. Все, слова уже все потерялись в конце вечера. Здесь для бумаг. Для бумаг. Здесь чернила. Есть шкатулочка также для перьев, да? Хранить перья можно. Так, у него же из новинок вот как раз эти пробки, которые вот у каши пьяницы. Потом у него вот эта красивая баночка для зубной щетки, пастели. Это что? Это кто у нас? Англия. Стоит, если я не путаю, 10 тысяч. Он сказал, да, по-моему? Что-то такое. Смотрите, какая красивая вещица. Здесь деление. На две щеточки можно. С супругом. Как будто прошнуровано. Парфор прошнурован. Похож на старый Париж. Ну, так вот. И вот у него новинка еще. Нету верхней части. Но вещица красивая. Вот еще что он мне показал. Смотрите, ложка царская. Магазин обуви. Там что-то еще. Еще написано. Тюмень. Екатеринбург. А, разные города. И есть еще и герб. Или что это такое? Забавно. Сколько же ей лет-то интересно. Еще у него новинка. Я нашел, у него спрятал, затусовал. Бабочка. Девушка превратилась, или превращается в бабочку. Пепельница. Медь, медь, да? Да. Красна такая. Посмотрите, какая курочка. У него тоже Вадима масочка. Емкость такая интересная. Курочка. Забавно. Я не видел никогда таких. Прикольно. А сколько такая стоит? Две тысячи. Две. Друзья, сегодня было комфортно гулять. Потому что тепло, руки не мерзнут. Комфортно, вообще хорошо. Сейчас снова зашел к кассе. Она собирается. Снова кофе попил. Подарков сегодня получил. И пару покупок сделал. Сейчас время 5 часов доходит. Глобус вижу. На подставочке на такой. Так. Шпиатры уже был сложен. Шпиатры неплохое предложение, да. Со скидками. Ну ладно. Всему свое время. Это место нашего бельгийца. Ждем его. Ну и вечерний вернисаж вам. Ой, смотрите, какие... Ой, это что-то кондуры, видите? От фонарей. А что они такие забавные? А как это получилось? Смотрите. Ничего себе. Это что? Как это так? Или это они... А как так? Что-то странное. Вот эти вот цветы такие, своеобразные. Видите? Там снова вечерний вернисаж. Продавцы говорят, что было неплохо, потому что действительно было тепло. И люди гуляли. Людей было много, поэтому продажи были сегодня. Ну а я возвращаюсь домой, сюда буду рассматривать, разбирать, хотя особо, конечно, нету. Сейчас сяду, что за шитье. Ой, не поверите, но эти булочки, оказывается... Короче, Ася мне дала тысячу, говорит, возьми на тысячу, потому что там еще у нас и соседи, она, как говорится, такие вкусные. Короче, соседи у меня... Соседи Асины тоже попросили все купить такие вот штуковины, как я купил. Настолько вкусно. Ну, действительно, очень вкуснячий, поэтому если завтра получится, то я вырвусь тоже на рынок и принесу им эти вкуснятки. А, невеста идет, видите? Ну, в общем, до скорых встреч. Смотрите, какая красота тоже вечерняя. Зайду сейчас, сделаю маленькую передышку сюда. Ну, здесь, как всегда, людей много. Снова заезжают, заселяются. Здесь тепло, как правило, сюда захожу, сюда в уборную, после рынка привести себя в порядок, в поле сходить, руки помыть. Ну, такие дела, рабочие моменты. Здесь всегда уютно. Иногда даже сяду вот тут в кресло и могу подзарядиться. Вот там розеточки есть, если у меня телефон совсем сел. Такое тоже теплое, уютное, приятное место. Здесь можно и перекусить. Ресторанчики есть. И знакомых иногда встречаю. Потому что в прошлый раз здесь стоял у фонтана, снимал вам фонтанчик. Только выключил. А, люди спускаются с этих лестниц. Только выключил. И тут же идут знакомые. Тут часто останавливаются. Здесь есть рестораны наверху. И есть залы, где люди встречаются для разных... Как их-то назвать. А не знаю, как это назвать. Стена эта, помните, да? Фонтан. Плачущая, или как ее назвать? Стена. С водичкой. Соглашайся быть богатым. Соглашайся быть счастливым. Оставайся, Ваня, с нами. И будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Соглашай быть счастливым. Ты будешь нашим королем. Субтитры сделал DimaTorzok